В прошлом году наша телекомпания сняла сюжет о ветеране Великой Отечественной войны Андрея Крашко. Фронтовик, как и многие другие, жил на небольшую пенсию в очень скромных условиях. После материала на него обратили внимание, волонтеры стали чаще навещать ветерана. А в этом году правительство республики включило его в программу по улучшению жилищных условий. Сегодня наравне с ним сертификаты получили еще несколько ветеранов, а также вдовы фронтовиков и их семьи. Тему продолжат мои коллеги. История Андрея Тихоновича Крашко в прошлом году взбудоражила общественность. В годы войны он, будучи 16-летним парнем, служил связистом и ползком под шквалом пуль тащил тяжелые катушки, протягивал связь между ротой и батальоном. Он участвовал в освобождении Ростова, Крыма, Тамани, дошел до Западной Украины. Там его представили к первой награде – медали за боевые заслуги. Но получить он ее не успел, ранило осколком. Только спустя много лет, в 2010 году, награда нашла своего героя. В своем материале мы рассказывали о боевом пути Андрея Тихоновича и о том, как сейчас живет ветеран. Тогда и выяснилось, что Андрею Крашко приходится ютиться на съемной квартире. И вот сейчас, спустя много лет, он, наконец, сможет приобрести собственное жилье. Конечно, рад, но если бы это лет 60 назад был, совсем радостно было. Ну, конечно, все, что для человека сделано хорошо, это всегда радость. Выдачу сертификатов приурочили к празднованию Дня Великой Победы. Список получателей сертификатов был утвержден на заседании правительства республики. В профильном ведомстве отметили, что их число растет с каждым годом. И благодаря работе главы республики, правительства республики мы проводим вот такую работу. Отрадно, что мы можем выделить такие сертификаты на приобретение, улучшение жилищных условий. Надеемся, что оно будет достойное жилье для них, для членов их семей. Всего в этом году в Северной Осетии планируют выдать 43 сертификата на улучшение жилищных условий. Четыре из них получат ветераны Великой Отечественной, а также вдовы погибших на войне и их семьи.